Кумир американского бизнеса. Он не любит политесса и из-за этого часто попадает в газетные заголовки. Отвращение к политикам побудило его принять участие в президентской гонке. Его можно любить или ненавидеть. Он может создать или разрушить чьё-то будущее всего лишь двумя словами. Вы уволены. Единственный неповторимый Дональд Трамп в программе «Политикинг» с Ларри Кингом. Добро пожаловать на «Политикинг» с Ларри Кингом. Одна из самых любимых мной личностей всех времён Дональд Трамп, с которым мы знакомы уже много лет. Мы, кстати, находимся в Трамп Тауэр, на вершине небоскрёба, наслаждаясь видом на город. Он сделал ряд превосходных приобретений, к одному из которых я имею непосредственное отношение, но об этом позже. Итак, начнём. Правительство США приостановило свою работу. Что вы об этом думаете? Это полный беспорядок, Ларри. Они насмехаются над всей страной. Как вы знаете, дела в нашей стране обстоят не лучшим образом. Мы больше никогда не будем могущественной экономической державой. В 2016 году, как вы знаете, мы уступим место Китаю, если всё будет продолжаться так, как есть, что кажется абсолютно неизбежным. Мы больше не живём в той стране, где я когда-то давал вам интервью, которыми очень дорожу и которые до сих пор храню. Я не могу сказать, что храню многие записи, но интервью с Ларри Кингом обязательно. Мы живём в другой стране. А что случилось? Я вас не понимаю. Я знаю, вы критикуете президента, но давайте обратимся к фактам. Мы приняли закон о здравоохранении. Верно. Верховный суд его одобрил. Да. Но республиканцы не хотят его финансировать. Этот закон действительно оказался... Это закон. Это правда. Это же закон. И всё же, вы правы, но оказалось, что он производит отрицательный эффект, оказывает большое негативное влияние на бизнес. Посмотрите, что происходит. Так отмените его. Я думаю, так или иначе это случится. Я не думаю, что они добьются своего, но я прекрасно понимаю, что делают республиканцы. Не думаете ли вы, что... Я на самом деле их уважаю. Вы согласны с Wall Street Journal, что приостановить работу правительства – это большая ошибка? Многие считают это ошибкой, но давайте посмотрим, что будет дальше. Произошло много странного, и посмотрим, чем это всё закончится. Они решительно настроены заблокировать закон Обамы о здравоохранении. У меня есть знакомые, которые владеют своим бизнесом и сейчас набирают людей только на неполный рабочий день. Понимаете? Только на неполный рабочий день, потому что таким образом они снимают себе ряд обязательств. У меня есть друзья, которые закрывают свой бизнес из-за этого закона. Поймите, реформа здравоохранения оказалась настоящей катастрофой. Люди это понимают. Некоторые думали, что когда он будет принят... Многие его поддерживают. Разве нам не нужен какой-либо закон в области здравоохранения? Закон нужен и хороший. Я считаю, что мы могли бы иметь нечто лучшее, чем эта реформа здравоохранения, и за гораздо меньшие деньги. Ведь в нашей стране далеко не лучшее здравоохранение. Но мы тратим на него в два-три раза больше, чем другие страны. У нас никогда не было национального плана в этой сфере. Честно говоря, в нашей стране никогда не было грамотной системы здравоохранения. Мы тратим очень много средств на нее, но качество по-прежнему низкое. Приостанавливать работу правительства тоже не очень хорошо. Да, но давайте посмотрим, что из этого получится. Это же интересно. Я наблюдаю за происходящим точно так же, как и вы. Я уважаю их приверженность принципам. Посмотрим, что будет дальше. Обама, например, привержен своей реформе. Если вам нравится приверженность принципам, то у него она есть. Да уж, отказывать он, похоже, не собирается. А этого от него и добиваются. Так что это очень непростая ситуация для страны и очень неловкая. Для обеих сторон. Для обеих. Ни для республиканцев, ни для демократов ничего хорошего в этом нет. Как думаете, долго это продлится? Я говорил, что это произойдет. Многие уверяли, что такого не будет, а я предсказывал, что будет. Но ведь это случалось и раньше, и неоднократно. Так что это не в новинку, но прогноз я сделал несколько недель назад, когда все говорили, что такого ни в коем случае не допустят, а оно произошло. Думаю, какое-то время это продлится. Ведь сейчас есть проблема посерьезнее. Потолок госдолга. И она фактически может усугубить нынешнюю проблему. Нельзя, чтобы это вышло из-под контроля. Будет интересно наблюдать, сколько... Но Рейган... Рейган, ваш герой, поднимал этот потолок 14 раз. Да, он поднимал потолок госдолга, но ваш герой, Обама, голосовал против повышения. Он не мой герой, он мне просто нравится. Я знаю. Когда он был сенатором, то голосовал против повышения потолка госдолга. Об этом многие не знают. Но сейчас-то он хочет его поднять? Президент Обама... Да, конечно, он сейчас изо всех сил отстаивает свою точку зрения. Но, Ларри, президент Обама голосовал против поднятия потолка госдолга. Вы ведь это знаете? Когда был сенатором. Когда был сенатором. Но сейчас он хочет его поднять. Здесь две стороны. Многие меняются, когда приходят к власти. Но он был руководствен, был сенатором. Он голосовал против войны, а сейчас рассылает ракеты. Он голосовал против войны и получил премию мира. Странно, правда? Но мы вышли из Ирака, а за эту войну вы жестко критиковали Джорджа Буша. Критиковал. Несмотря на то, что я республиканец, я очень жестко критиковал Джорджа Буша, верно? Думаю, что Ирак обернулся катастрофой. Сегодня это подтверждается. Там сейчас хаос, и страна окажется под властью Ирана. Меня многие осуждали, но я сказал... Знаете, в прежние времена, по итогам войны, победитель получал военную добычу, так? Мы воевали в Ираке, а что в итоге, Ларри? Что мы получили? Ничего. И я сказал, возьмите нефть. Люди сказали, как ужасно говорить, возьмите, мол, нефть. А кому теперь достается нефть? Россию, Китаю и Ирану. А мы потратили полтора триллиона долларов и потеряли тысячи человеческих жизней. Это же надо иметь столько глупости. Вы очень уверенный в себе человек. Да. Вы когда-нибудь сами себе говорили, вот здесь я был неправ. Может быть, я зашел слишком далеко по вопросу свидетельства о рождении Обамы? Не думаю. Вы вообще когда-нибудь признавали ошибки? Я всегда признавал, что мне нравится извлекать уроки. Послушайте, все совершают ошибки, мы должны на них учиться. Если ошибки нас ничему не учат, это признак тупости. Но мне нравится учиться на вещах, которые я, возможно, сделал бы иначе. Зачастую человек не то чтобы неправ. Неправ – слово тяжелое. В чем-то можно быть правым, а в чем-то не совсем. Но нужно из всего извлекать уроки. Вы извлекали уроки из ваших ошибок? Это называется опытом. С годами учишься на собственном опыте. Вы бизнесмен, знаете толк в финансах. Расскажите нам, дилетантам, почему так важен потолок госдолга. Я лично считаю, что потолок госдолга полезен. Многие полагают, что у США его быть не должно. А я так не думаю. Ведь он минимизирует расходы и не позволяет бесконечно занимать деньги. Мы берем триллионы долларов в долг у Китая и у других стран, которые нас, в общем-то, и не любят. Китайцы ведь нам не друзья, если у вас вдруг есть сомнения на этот счет. Впрочем, думаю, вы и сами это прекрасно понимаете. У руководителей этих стран своя жесткая позиция. Они хотят, и это нормально, сделать хорошо не нам, а себе, своим странам или себе. Не знаю, что ближе к истине. Видимо, и то, и другое. А у нас перед Китаем, другими странами и многими людьми гигантский долг в 17 триллионов долларов. Неслыханная цифра. Потолок госдолга нужен, чтобы тот не превышал определенную сумму. Над этим должны были серьезно задуматься, говоря на чистоту и при Буше, и, конечно же, при Обаме. Потому что на сегодняшний день наш госдолг зашкаливает. Я убежденный сторонник идеи потолка госдолга. И считаю, что госдолг необходимо сдерживать. Но правительство совершенно потеряло контроль на ситуации, Ларри. Так что ему теперь делать? Сократить расходы. Необходимо урезание расходов и более эффективное управление. Проблема с расходами в том, что вам целесообразными кажутся расходы на армию, а правительству на социальную сферу. Так в этом и заключается задача руководителя. Наш президент должен пригласить всех к обсуждению, чтобы выработать оптимальное решение. Между политиками нет диалога, они все друг друга ненавидят. Когда это произошло? Когда мы были детьми, такого не было. Помните противостояние Томаса у Нила, прекрасного, кстати, политика, и Рональда Рейгана, вообще великого человека? Вне политики они отлично ладили. Но они как-то могли договориться, могли, несмотря на разные взгляды. Абсолютно разные. Садились, как мы с вами сейчас обсуждали проблемы, иногда за 10 минут находили решение. А в чем причина этой антипатии? Разница в индивидуальных особенностях личностей. Думаете, здесь играет свою роль вопрос расы? Лично я так не думаю, но многие считают именно так, что это связано с расой. Это возможно. Я считаю, что президент, как лидер всей группы, должен уметь привлечь всех к обсуждению. Когда Обама играл в гольф со спикером палаты представителей Бейнером, я подумал, что это замечательно. Люди ожидали от меня отрицательной реакции, а я сказал, что это хорошее событие. Они должны все время так играть. Ведь они не ладят друг с другом. И помимо того, что они не ладят друг с другом, может, конечно, и ладят, но у них нет того взаимопонимания, которое было у Нила и Райгана. Ведь очень скоро им предстоит решать важнейший вопрос по того госдолга. Это куда важнее. И что они будут делать? Если они ничего не решат, какую картину мы будем наблюдать через несколько недель? Страной управляют люди, которые испытывают друг к другу неприязнь, не уважают друг друга. И если один скажет, что дважды два – четыре, другой ему тут же возразит. Вам часто приходилось иметь дела с теми, кто вам не нравится? Да. Вам приходилось подписывать с ними соглашения, искать компромиссы? Необходимо находить общий язык. Я много раз заключал сделки с людьми, которые мне не нравились, и пытался понять этих людей, изучить их. Этому учишься. Это необходимо для достижения результата, для заключения сделки на хороших, выгодных условиях. В случае с Обамой и Бейнером, именно с ними, потому что есть еще и Сенат, но это дело другое. В случае с ними двумя, нам действительно нужен кто-то, кто желает стране блага. Кто-то, кто выше этого. Вы, конечно, скажете, что они оба должны желать, но ведь речь не просто о сделке. А вы можете назвать кандидата на эту роль, который мог бы быть выше этого? Какую-то выдающуюся личность? Да. Можете кого-то назвать. Говорить об этом пока рановато. Будет очень интересно посмотреть на выборы 2016 года. Возможно, там появятся такие кандидатуры, которых сейчас никто не знает. И никто не слышал. Например, Трамп. Знаете, очень многие задают мне этот вопрос. Очень многие хотят, чтобы я баллотировался, но... Почему вы вечно уклоняетесь от ответа на этот вопрос? Однажды на моей передаче вы уже почти, как мне показалось, были готовы объявить о своем намерении баллотироваться. Я думал об этом, Ларри. У меня прекрасный бизнес. Мне нравится им заниматься. Это моя страсть, моя гордость. Я строю такие вот здания. Мне действительно это удается, как никому другому. Совсем недавно я приобрел курорт Дорал в Майами. Он замечательный. Об этом мы еще поговорим. Я открывал его. Я вел церемонию открытия Дорала. Я собираюсь открыть гостиницу в бывшем павильоне почтового ведомства в Вашингтоне. Мы занимаемся столькими проектами. Реалити-шоу «Кандидат», опять же, очень успешное. То есть вы не хотите участвовать в выборах? Я бы предпочел не участвовать, но я также хочу, чтобы эта страна опять стала великой, а сейчас она таковой не является. Так почему бы не выдвинуть свою кандидатуру? Поживем, увидим. Вы всего уже добились в бизнесе. Чего вам еще нужно? Я понял вопрос. Поживем, увидим. Во-первых, в 2014 году состоятся выборы в Конгресс. Я буду помогать определенным людям. Из обеих партий? Вероятно, нет. Если уж быть честным. У меня, как вы знаете, довольно консервативный взгляд на вещи, так что, вероятно, нет. Но я буду помогать некоторым людям. А после выборов я приму решение. Что скажете насчет предвыборной гонки на пост мэра Нью-Йорка? Мне очень нравится Майкл Блумберг, он мой друг. Я думаю, что он был превосходным мэром, и нам с ним очень повезло. И предвыборная гонка будет интересной. Думаю, что она будет непростая, но оба кандидата проявляют большое старание. Будете поддерживать республиканцев? Я всегда это делаю. Вы сказали, что одно из важнейших условий успешных переговоров – уважение сторон друг к другу. Да. Разве что-то меняется? Они не уважают друг друга, и что, наверное, еще хуже, относятся друг к другу с неприязнью. Я говорю не только о них, я имею в виду практически всех. Демократы говорят о республиканцах то, чего раньше никогда не говорили. И то же самое делают республиканцы. Черт знает что. Что вы... Именно сейчас очень важно лидерство, их нужно примирить. Что вы думаете о сенаторе Крузе от Техаса? Результат его действий был весьма предсказуем, потому что на следующий день в 12 часов по звуку молоточка ему нужно было уйти со сцены, а всем остальным вернуться к своим делам и делать то, что от них требуется. Многие думают, что республиканцам это не пошло на пользу, но, вероятно, это пошло на пользу ему самому. Он стал известным, те, кто раньше о нем никогда не слышал, теперь его знают. Его партия разделилась, его раскритиковал Маккейни. По моему мнению, проблема республиканцев касательно победы в этой борьбе заключается в том, что они разделились. Если бы они были едины, если бы они единогласно заявили, мы выходим и не участвуем в этом, и показали свое единство, они могли бы выиграть, но они разделились. Но это в движении Чаепития говорят, одно мнение мое, а другое неправильное. Я просто говорю, что если бы все... Но они говорят одно мнение мое, а другое неправильное. Я понимаю, но если бы они были едины, так сенатор Маккейн заявил, мы не можем выиграть, это ужасные слова, но он все же сказал, мы не можем выиграть. Я поддерживал его, когда он баллотировался в президенты, но он произнес эту фразу, то есть «республиканцы не могут выиграть». Неприятное заявление. Оно не принесет пользы твоей партии, но принесет пользу другой. Водушевит ее. Но он искренне так считал. Скажу так, если бы республиканцы объединились, чего пока не происходит, они смогли бы выиграть. Но одна половина не может выиграть, когда другая заявляет «мы не должны этого делать». А одна половина не согласна с другой? Не согласна. Что им делать? Чтобы выиграть необходимое единство. У них этого нет. Мы продолжим беседу с моим другом Дональдом Трампом. Мы поговорим о его бизнес-проектах, о нескольких из них он уже упомянул. Обсудим их позже. А также еще несколько политических вопросов на политике Кинг с Ларри Кингом. Мы продолжаем беседу с Дональдом Трампом. Каково ваше мнение о Рэнди Поле? Я его не знаю. Действительно не знаю о нем достаточно, чтобы судить. Но это определенно другое крыло. Тогда спрошу о том, кого знаете. О ком? О Крисе Кристе. Да, знаю его. Что о нем скажете? Он мне нравится, он мой давний друг. Нельзя с уверенностью утверждать, что он будет баллотироваться. Возможно, будет. Его переизберут. Думаю, в Нью-Джерси он наберет огромное количество голосов. Крис мой давний друг, я знаю его, возможно, лучше, чем кого-либо другого, и он мне очень нравится. Сейчас спрошу о том, чего никогда у вас не спрашивал. Опасные вопросы. Крайне интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Однополые браки. Я уже заявлял, что выступаю за традиционные браки, а в последние годы взгляды на этот вопрос стремительно меняются. Если взглянуть на опросы... Вы на стороне, которая сдает свои позиции. Думаю, что соотношение сил сейчас равное. Но все идет к тому, что победят ваши оппоненты. Да, нет сомнений в этом. Думаете, все больше штатов узаконят однополые браки? Сам я выступаю за традиционные браки, но вижу, что все больше и больше республиканцев начинают это поддерживать. Ситуация меняется. Два года назад президент за них выступал. Да, то есть ситуация меняется. Ситуация в этом вопросе меняется, нет сомнений. А что думаете о Хиллари Клинтон? Она будет баллотироваться? Думаю, что она... Она тоже от штата Нью-Йорк. Да, я очень хорошо ее знаю. Они мне оба очень нравятся. Кстати, Клинтон как-то был у вас в гостях и сказал, что ему нравлюсь я. Да, сказал. Мне они тоже нравятся. Ждать еще долго. Вот вы спрашиваете обо мне, а других, а ждать еще очень долго. Серьезный вопрос. Здоровье. Все ли у Хиллари будет в порядке со здоровьем? Надеюсь, что с ней сейчас все хорошо. Но это долгий срок. Надо подождать, пока закончится 2014-й, и уже потом идти баллотироваться. В Америке всегда думают на опережение. Нет-нет, всегда надо думать о здоровье. Жизнь непредсказуемая штука. Если ничего не случится в этом плане или в каком-нибудь еще, номинация в качестве кандидата от партии у нее почти что в кармане. Я думаю так. Кстати, как ваше здоровье? Пока неплохо. Мы об этом не говорили. У вас когда-нибудь были серьезные заболевания? Нет-нет, дайте я постучу по дереву. И по-вашему тоже. Мне повезло в этом плане. Недавно российский президент Владимир Путин написал статью в Нью-Йорк Таймс. В ней он высказывает свое мнение о Сирии. Вы назвали эту статью прекрасно написанной, но жесткой. Она хорошо написана. Вы восхищаетесь Путиным? Прежде всего, конкурс «Мисс Вселенная», права на которые принадлежат мне, 9 ноября пройдет в Москве. Правда? Это будет прямая трансляция из Москвы на весь мир, так что я знаю кое-что о России. Прекрасный город. Я знаком со многими россиянами. Москва – прекрасный город. Я считаю, что Путин проделал хорошую работу и перехитрил нашу страну, когда он протянул руку помощи президенту Обаме. Это была помощь, и это было хорошо для Обамы, потому что он смог выйти из затруднительного положения. В той ситуации худшим решением было бы начало вторжения, это было бы безумием. Можете ли вы представить, чтобы генерал Дуглас МакАртур говорил о войне так, мол, мы подумаем, может быть, скинем бомбы недели через полторы? Общественность выступала против. И что же произошло, ко всеобщему удивлению? В любом случае, мы не должны были этого делать. Я был против с первого дня. У нас достаточно проблем внутри страны. Путин помог нам смягчить позицию, теперь проходят инспекции, мы все остались в выигрыше, разве нет? Нет, но Путин в итоге берет верх. Ведь теперь Ассад победил. Полгода назад великие умы с телеэкранов говорили, что у Ассада нет шансов, его режим должен пасть. Сейчас его режим на 100% контролирует ситуацию. Россия теперь берет верх в Сирии, в политическом смысле. Вас восхищает Путин. Здесь речь идет не о восхищении, я думаю, что он проделал хорошую работу. На мой взгляд, послание было замечательно составлено, и я считаю, что он проделал прекрасную работу, потому что речь все время шла о Сирии. И выводя Обаму из сложного положения, он берет вверх и спасает Ассады. Вы согласны с этим? Конечно, но я считаю, что все хорошо, что хорошо кончается. Это зависит от того, чего вы хотите. Если Ассад больше не убивает людей... Если вы хотите взять верх в Сирии, что, по мнению ряда людей, мы должны были сделать по каким-то причинам, я не могу сказать, что я с ними согласен. Но с этой точки зрения это полный провал, потому что мы потеряли Сирию. Вы были против захвата Сирии, вы должны быть довольны. Да, но чем мы занимались? Сначала мы долгое время пытались это сделать, затем он применил ужасное оружие... Кто-то применил оружие, возможно, он. Вы говорите, что американское общество устало от войны. Ему надоели войны, вы знаете об этом не хуже меня. Я был против войны в Ираке, ее последствия катастрофические. Люди живут там хуже, чем когда-либо. И к власти придут люди, по сравнению с которыми Саддам Хусейн покажется приятным человеком. И верх в этой борьбе одержит тот человек, который больше всех ненавидит нашу страну. Что мы сделали со всеми этими деньгами и жизнями? Мы не сделали ничего. Мы не приобрели ничего, кроме скорби. Вам нравится, что Обама говорит с новым лидером Ирана? Я считаю, это прекрасно, что он с ним разговаривает. Я не думаю, что он должен так сильно радоваться тому, что они разговаривают, потому что, когда это произошло, он говорил «Ура!» Он поговорил со мной. Это же президент США. Я считаю, что это прекрасно, что они поговорили. Я считаю, что мы должны разговаривать с людьми. Надо вести переговоры с любым человеком. Это не слабость. Можно вести диалог и не быть при этом слабым. Согласен. Существовали опасения, что будет, если они поговорят. Вы постоянно говорите, вы знаете об этом больше меня. Я считаю, это прекрасно. Это положительный, а не отрицательный результат. В принципе, вы оптимист. Да, я оптимист. Думаю, да. Я сдержанный оптимист, потому что я знаю, каким жестоким может быть мир. Бернанке ему на смену. Гарвардский профессор пришелся не по душе. Думаю, что это будет Джанет Йеллен. Вам она нравится? Я ничего о ней не знаю. Мне известно только, что она собирается сохранять низкие процентные ставки, и она верит в необходимость этого, по крайней мере, в тяжелых экономических условиях. То, кто является председателем Федрезерва, важно? Думаю, что это важно, потому что они вырабатывают политику в области процентных ставок. Надеюсь, против них не выступит Совет Директоров. Уровень процентных ставок для США очень важен. Думаю, что уважение финансового мира зависит от того, кто возглавляет Федеральный резерв. Я считаю, что это очень важный пост. Некоторые называют сегодняшний Конгресс бездельнее, Камон принял меньше законов, чем любой другой с 1940 года. Вы согласны, что этот Конгресс слабый? Проблема не в слабости. Проблема в том, что они не могут договориться друг с другом, не могут усесться за стол переговоров и вместе принять закон, не зная, как это назвать слабостью, упрямством или какой-то проблемой. Но ведь все же они смогли принять реформу здравоохранения Обамы, что было не так-то просто. Правда, это ни к чему хорошему не привело. Вас удивило поражение Эллиота Спитцера? Немного, потому что сначала у него были весьма неплохие рейтинги, и он потратил очень много денег. Он оказался очень странным, как человек, который был губернатором и ушел в отставку из-за скандала. Он был плохим губернатором? Он был очень плохим главным прокурором, потому что, если посмотреть на ситуацию с AIG, в эту компанию были вложены десятки миллиардов долларов. Хэнк Гринберг. Потому что Хэнка Гринберга убрали с поста, а этого не следовало делать. Я вовсе не друг Хэнка, но он хорошо делал свое дело, а из-за Эллиота Спитцера ему пришлось уйти в отставку. Я думаю, AIG была самой крупной тратой денег. Если бы Хэнку Гринбергу позволили остаться, вам бы не пришлось платить AIG ни цента. Эллиот Спитцер был очень плохим генеральным прокурором, и, очевидно, оказался не менее плохим губернатором. А что вы думаете об Энтони Виннери? Он извращенец, это точно. Извращенец. Не очень приятное слово. Нет-нет, это действительно так. Он больной человек. Однажды его уже поймали, но общество простило его, и получилось даже так, что какое-то время он лидировал в одних рейтингах и шел вровень с конкурентом в других. Я не мог в это поверить. Но затем он сделал это снова, снова ту же ошибку. Эти фотографии в Твиттере или что там было. Я подумал, это немыслимо. И затем он пошел ко дну, как корабль. Он больной человек. Он всегда будет это делать. И его жене я могу дать маленький совет. Делать ноги. Потому что он не изменится, такие извращенцы никогда не меняются. Обсудим еще пару вопросов. На чистоту. Он мне никогда не нравился. Вы купили бывший павильон почтового ведомства в Вашингтоне. Да. Вы собираетесь переделать его в отель? Да, мы построим элитный отель. На Пенсильвании Авеню. Да, я работаю над этим проектом вместе с моими детьми. Над ним очень трудится моя дочь, Иванка. Это здание между Белым домом и нашими друзьями в Конгрессе. Наверное, вы назовете его как-нибудь с приставкой «Трамп». Да, «Трамп Интернешнл Хотел» и бывший павильон почтового ведомства. Вы оставите старую надпись? Да, мы оставим название. Это здание было построено в 19 веке, оно просто великолепно. Когда я жил в Майами, там был Дарал Бич Хотел. Затем появился Дарал Хотел Энд Кантри Клаб. Да, точно. Я вел церемонию открытия, было много телевидения, повсюду микрофоны, известные люди. Правда? А теперь его владелец вы. Вы его переделываете? Мы увеличили поле для гольфа, знаменитое поле «Блю Монстр», где в прошлом году одержал победу Тайгер Вудс, где играют самые лучшие игроки, 70 лучших гольфистов мира. Вы измените его название? Мы увеличили его, оно будет называться «Трамп Нэшнл Дарал». Оно будет великолепным. С вами здорово. С вами тоже, спасибо, Ларри. Дональд Трамп. На этом сегодняшний выпуск «Политикинг» с Ларри Кингом подошел к концу. Увидимся в следующий раз. Ларри, это ужасная работа. Интервью получилось отвратительным. Ты уволен. Субтитры сделал DimaTorzok